Здравствуйте, дамы и господа! Я Роман Головин и сегодня мы поговорим о моем питании. Был запрос о моем рационе питания для занятия спортом. Сейчас я расскажу, что вам поменялось в моем рационе, в моем образе жизни за это время. Я в каком-то видео уже говорил, что я меньше начал заниматься в спортзале, но за последний месяц многие люди просто попросили, а можете накачаться на таком питании, а можете попробовать массу нарастить. Сейчас я еще делаю несколько экспериментов. Может быть, в ближайшем будущем я не буду так интенсивно заниматься. Во-первых, у меня времени уже столько не будет. Во-вторых, сделая какие-то эксперименты, я уже могу какие-то предварительные выводы сделать. Итак, 7-8 месяцев я просидел на чистом фрукторианстве. После того, как Руслан Романов ко мне приехал в гости, для открытия многомерного видения я очень сильно похудел. Я похудел на 21 килограмм. Если посмотреть мои более ранние видео на моем канале, вы увидите, что такое личико кругленькое. Кто не видел путешествия, как я путешествую по Кипру, можете посмотреть, какой я был. Я похудел очень резко, ничего не рекомендую делать очень резко. Это все сказывается негативно на здоровье, провисает кожа. После 40, конечно, уже тяжеловато сокращается даже на сыроедение. То есть нужно время, например, хотя бы год-два прошел, тогда кожа, она сама без всяких пластических хирургов, она спокойно подтягивается и не будет никаких проблем. Что я поменял? Во-первых, я сейчас начал гораздо больше заниматься в спортзале. Я сейчас занимаюсь 5 дней в неделю в спортзале с понедельника по пятницу. После этого в субботу и воскресенье я не занимаюсь. Я сейчас отдыхаю, начал заниматься, ну, долго очень не ходил в общественный спортзал, дорвался от этого спортзала, там чуть ли не по 2 часа каждый день. Сейчас, конечно, я понимаю, что это очень много для организма. Даже иммунная система подсела, я это почувствовал, усталость такая появилась. То есть это даже для меня многовато. Во-первых, я очень много работаю умственно. И плюс еще каждый день по 2 часа тяжелыми весами. Это очень большая нагрузка для меня. То есть я в зале себя чувствую неплохо, достаточно комфортно. Но впоследствии, когда приезжаю домой, немножко дискомфорт испытываю. Сейчас я сократил, то есть я сейчас сделал тренировки свои. Получается, у меня цикл идет, 5 дней я занимаюсь, например, 2 дня отдыхаю. И следующий раз завершающий день, и цикл завершился. Получается, 5 дней, 7 дней, 8 дней у меня цикл. Из них 2 дня я отдыхаю. Такой у меня полный цикл получается. А потом заново пошел по кругу. И тренировки у меня получаются где-то по час 20, где-то сейчас. Я пробовал разные по 45 минут, и по 40 минут, и по часу, и по 1,5, и по 2 часа. Не увидел большой разницы. Разница огромная. Она имеется тогда, когда вы делаете циклический тренинг. Когда постепенно прибавляете веса. Но я уже сейчас не буду повторяться. Я уже в своей предыдущей лекции более подробно на эту тему. Сейчас я больше про питание расскажу. Что изменилось? Сейчас немножко добавил гречки. Где-то гречку ем раз в 2 дня. Один раз. Один прием, там, 300 грамм, может быть, там, меньше, чуть 200 грамм даже съедаю. Размачиваю, естественно, талой водой. Семечки подсолнуха добавил. И кунжут. Больше из такого тяжелого, сырорического, больше ничего не ем. Остальное все фрукты, овощи, зелень идет. А сейчас что я еще изменил? Утром просыпаюсь. Ничего не пью, не ем, естественно. Еду в спортзал. С самого утра. Это где-то 7.30 я выезжаю. В 8 я там. Ребенка в школу забрасываю. Потом я там уже в это время. Занимаюсь полтора часа. Ну, там, если еду по каким-то своим делам. То сейчас я стараюсь дольше не есть. Иногда в зале пью очень мало. Проводили ченнелинг по этому поводу. За один раз лучше выпивать по 40 миллилитров воды. Больше не пейте за один раз. Это плохо. Допустим, вы выпили 40 миллилитров. Через какое-то время, через 10-15 минут, еще 40 миллилитров. То есть организм лучше усваивает такую пищу. Воду, да. То есть пища, вода для организма, это одно и то же. То есть он получает из этого минералы и энергию. Где-то начинаю есть. Если я очень хорошо позанимался, прям вообще конкретно просто, да. Там устал, там понервничал, то ем в час где-то, да. Если я чувствую, что я себя лучше чувствую, могу в два поесть. А раньше я пол-двенадцатого, в двенадцать это начинал. Сейчас я оттянул до часа, до пол-второго. Увеличил срок неедения в первой половине дня. Даже немножко лучше себя чувствовать стал. Больше энергия стала. Сила сейчас прибавляется. Вот если посмотрите мое видео, где дома занимался в спортзале. Сейчас у меня масса прибавилась, где-то два килограмма я нарастил. Чистой массы. В спортзале я раздеться не могу вам показать тело. Там запрещено. Если вот буду снимать видео, я сейчас же дома вообще не занимаюсь в зале. Нужно какой-то день выбрать. Может быть завтра, послезавтра, не знаю. Чтобы разогреться и показать вам, какой результат, что со мной происходит. Сегодня я более подробно о питании расскажу. Вот, допустим, начиная с чего день. Я выпил, например, апельсиновый сок с лимонным. Либо я могу просто апельсины, либо мандарины поесть. Для меня главное получить витамин С. Через, допустим, час я могу поесть. Либо полтора часа, все зависит от моей загруженности. Поесть яблоки. То есть раньше я в блендере все это перемалывал. Сейчас я отказался. Яблоки, либо груши с зеленью. Сделаю такой поднос себе. Я уже давно себя приучил. Режу, допустим, петрушку, например, укроп. Какие-то листья салатные. Еще что-то там. Стараюсь где-то два, не больше двух-трех продуктов сочетать сейчас. На моносыроедении я тоже находился в 8 месяцев. Тоже есть опыт и знаю, что это такое. Если же ваша душа, ваш организм не готов к таким резким перепадам, лучше не советую экспериментировать. Если вы внутри чувствуете, у вас есть ощущение, что вы реально можете находиться на моносыроедении, вы можете это сделать. То есть ваш организм и ваш настрой вы сможете вместе сочетать в себе тот образ жизни. Если же ваше сознание расходится с вашей душой, научитесь чувствовать вашу душу, что она хочет. Если, знаете, вот иногда есть такие периоды в жизни, хочу жрать, просто хочу наесться. Не надо переходить на сыроедение, не надо быть фрукторианством 100%, не надо там на проноедение тем более стремиться. Это сейчас все модные тенденции, они могут сыграть с вами злую шутку. То есть вы всегда стараетесь спросить у своей души, что вы в конкретные моменты жизненного периода хотите. Хотите ли вы есть мясо, хотите ли вы пить молоко, хлебобулочные изделия есть. То есть ваша душа всегда вам подскажет. Старайтесь развивать интуицию, заглядывать в себя, задавать вопросы. И вот первые мысли, которые приходят вам в голову, это и есть ваши ответы. Часто бывает, что мы не можем воспользоваться интуицией такими вещами. Дальше что происходит? Я съел, например, 2 яблока. Ну, 184 сантиметра у меня почти рост. Вес у меня сейчас 82 килограмма. Выпил с утра 300 грамм сока, например, 350, 450 могу выпить. Сейчас сокращаю. Потом 2 яблока съел, например, съел. Или 2 груши, например, да, большие. С зеленью. Чтобы хорошо зеленью наелся. Через какое-то время, через часа, через 2-3 я могу съесть гречку, например. С салатом овощным. Помидоры, огурцы там. Еще какая-то зелень там. Или авокадо. То есть так хорошо так поесть. То есть это третий раз получается. И уже перед сном. То есть я могу либо опять какой-то овощной салат. Но овощной это тоже фруктовый салат. Просто для вашего понимания. Я так использую старую терминологию. Естественно, это фрукты. Потому что там, где есть семечки, это все фрукты. Не сладкие фрукты. Поесть. Иногда чуть-чуть соль добавляю. Иногда не добавляю. Все-таки полностью от соли я не отказался. Без соли как-то сила сразу уходит полностью. Использую морскую соль. Объем. Хороший такой получается. Самый такой мощный обед получается у меня. 200 грамм размоченной зеленой гречки. Плюс салата тоже, наверное, 200-300 грамм. То есть так, хорошо получается. Иногда могу салат без гречки поесть. Иногда гречку могу с кунжутом поесть. А кунжутный соус, который я делаю, у меня на сайте у нас рецепт есть. Можете посмотреть, как это делается. По такому рецепту я ем этот кунжут. Кунжут стараюсь есть не каждый день. Потому что у меня уже был горький опыт. Если есть каждый день такой кунжут, переизбыток кальция в организме становится. И очень хрупкие связки. Даже вот я порвал одну связку. Долго заживало на коленке у меня. То есть когда недостаток, можно порвать. И когда переизбыток, тоже связки хрупкие становятся. Не эластичные такие. Поэтому будьте аккуратны. Кунжут не передайте. На самом деле, когда организм очищенный, все ворсинки в кишечнике работают. Впитывают кальций очень мощно. И поэтому переизбыток кальция реально существует. Я подтверждаю. На своем опыте проверено. И вечером также могу опять же поесть либо красного перца какого-то, либо цитрусовых. В первых опять витамин С. То есть витамин С, он не... За один раз вы не можете насытить организм. Невозможно. То есть организм просят его кусками. Утром немножко съели, вечером съели. Он расходуется очень быстро. Он не накапливается в организме. Вот В12 он накапливается. Другие витамины, группы В могут накапливаться. Витамины А, провитамин, бета-каротин. Такие вещи они накапливаются. Витамин С, он быстро расходуется. Он не накапливается. Он один из самых центральных, главных витаминов в организме человека. И он не может накапливаться. Поэтому будьте внимательны. Витамин С это самое основное. Пробовал очень долго без травы. Где-то 7 месяцев я травы вообще не ел. Чувствовал такую слабость, головокружение. То есть нужно еще... А все зависит еще здесь. Вот с вашей программой. Если есть страх, что вы не сможете это сделать, вы не сможете это сделать. То есть нужно готовность души и не бояться ничего, переходить, конечно, плавно переходить, без всяких резких движений. Многие включают однодневное голодание в неделю. Я пока не включил. Я вот стараюсь, видите, приближаться к полудневному вообще неедению. То есть полдня не ем, полдня ем как бы. То есть и получается я 4 раза в день ем как бы, да. То есть если считать, что сок это тоже еда, которую я выпиваю, то есть можно считать, что это 4 раза потребление. Воду в течение дня очень мало сейчас пью, 40 миллилитров за раз. Ну 2-3 раза выпиваю буквально, не знаю. То есть нет желания пить очень много воды. В течение тренировки могу там выпить 150 миллилитров воды. 150 миллилитров плюс дома еще где-то 150 миллилитров. Получается пол-литра, да. То есть в ченнелингах лично для меня было сказано, что не нужно пить очень много воды. Чем меньше, тем лучше. Не знаю, когда много воды пью тоже, чувствую как-то что-то излишнее как-то в организме. В туалет очень часто хожу как бы. Хотя мне одна моя подписчица заверяла, это только первое время. Не знаю, прошло уже сколько, полтора месяца. И начинаю просто увеличивать количество воды. Просто хожу постоянно каждые 10 минут в туалет. Но это ненормально. Это по-любому ненормально. То есть мой организм не требует такого большого количества воды уже на данном этапе питания. Каких-то серьезных, каких-то экзотических фруктов я не ем. То есть в салатах что у меня бывает? Красный перец, зеленый перец, иногда лук немножко. Чуть-чуть чеснока добавляю. Вот в рецепт, где есть кунжут. Кунжут можно и серый, и белый. Есть такой промежуточный полуочищенный. То есть ничего страшного нет, можно все использовать. Без круп, без зерновых спокойно можно жить. Но опять же таки повторюсь, мы все находимся на разном духовном уровне развития. И повторюсь, кто не в теме, кто не знает, кто меня не знает, кто на моем канале много видео моих не смотрел, либо не верит в это. Опять же таки повторюсь, что не все мы одинаковые в этой жизни. Один может находиться на средине всю жизнь, у другого будут проблемы. Он духовно не созрел, он не дошел еще до этого. Ему нужно еще несколько жизней прожить. Другому человеку он может сразу на фрукторианство перепрыгнуть. Такие тоже есть. У меня в друзьях есть такие люди. Они себя чувствуют прекрасно, у них никаких проблем нет. Они находятся на фруктах и на зелени, и несколько лет они находятся, они вообще идеально выглядят, идеально себя чувствуют. Но это только им подходит. Другим людям 99% это не подойдет. Это только определенным людям, которые уже дошли до этого пути развития. Они недовольные, когда с ними разговариваешь, у них улыбка на лице, то есть они счастливы реально. То есть у них все нормально в жизни. Те люди, которые начинают переходить на фрукторианство, они злые, теряют вес, скоррегировать свой вес не могут. Пытаются разобраться, в чем же причина. Начинают зубы выпадать, дырки в зубах. Кстати, вот по поводу меда. Иногда ем мед, и какой-то период времени стало опять больше меда есть. И все-таки чувствую, что на зубах это не очень хорошо отражается. Большое количество меда. Если же все-таки мед сделан с применением сахара, это очень плохо. То есть реально влияет на зубы. Может образовываться кариес от меда. Если же мед 100% какой-то дикий, лесной, то я думаю, что проблем не будет небольшого количества. Это точно, я уже знаю, подтверждено уже на своем опыте. Кто-то говорит, мед это нельзя есть, это плохо. Кто-то говорит, никаких проблем нет. Даже известные фрукторианцы едят. Опять же, мед это создается трехмерными животными. То есть это не еда, не четырехмерная. То есть не способствует повышению вибрации. Это не высоковибрационная составляющая. То есть мы должны знать это. Мы должны знать, что лишнего чеснока, лука тоже не должно быть на таком питании. Все по потребностям, все по желанию. Когда много занимаешься, спите 8 часов обязательно. Тоже ченнелинг проводили по этому поводу. Меньше не следует спать. И желательно с 10 до 6 спать. Это самое оптимальное время. Сейчас меньше стал пить соков, например. То есть сокращаю я объем. Меньше ем в первой половине дня. Какие еще особенности? Ну в принципе, питание у меня очень простое. Ничего такого навороченного нет. Чувствую себя нормально. Единственное, немножко перетренировался. Сейчас немножко сокращаю. Масса выросла на 2 килограмма. Может быть через какое-то время я опять буду на чистых фруктах. Без гречки и без семечек. То есть это такой пока переходный период. Немножко еще несколько экспериментов сделать остановился. Вот такой простой у меня рацион. Ничего такого лишнего у меня нет в рационе. Да, конечно, если есть возможность, конечно, органические фрукты какие-то используют. Крупы органические. Когда вы едите не очень много, это не так затратно. Если же вы едите много, и вся семья это ест, конечно, это затратно. И не все потянут. Но если даже будете неорганические, то все равно организм будет гораздо лучше себя чувствовать, нежели на обычном питании, на всеедении. Чувствуете все внутри, насколько вы готовы. Есть ли желание заниматься столько-то в спортзале. Есть ли желание, например, бегать. Есть ли желание есть больше салатов, фруктов различных. То есть смотрите по своему желанию. Старайтесь посмотреть зубы какие, кожа. Прыщи ли вылезают, не вылезают. Сколько жира на таком питании. Чуть-чуть сейчас у меня количество жира уменьшилось. Но все равно еще здесь, где в нижней области живота, все равно немножко еще остается. Но думаю, что скоро я сниму видео. Несколько упражнений сделаю. Посмотрите, какая форма стала. Что на середине реально накачаться. Сила сейчас увеличивается. Сейчас я вот в этом видео, наверное, не буду подробно на этом останавливаться. Все расскажу уже, когда буду уже в спортзале у себя заниматься. Итак, если будут какие-то еще вопросы дополнительные, еще сделаю лекцию по этому поводу. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. До свидания.